Ребята, всем привет! 16 февраля на улице, за бортом, минус 20 градусов мороза Пока шел до точки, немного колели у меня уши Не получалось у меня никак выбраться на рыбалку, то болел, то работа, то еще что-то Домашние какие-то заботы, хлопоты В общем, выбрался наконец-то Домашний водоем, новая точка для меня Летом я здесь ходил с охолотом, смотрел Здесь очень интересный рельеф, рядом идет русло, оно петляет Есть коряги, есть небольшие возвышенности И летом здесь показывало очень большое количество рыбы в охолоте Ну вот, решил я эту точку проверить по зиме Лунок здесь, естественно, никаких нету Никто об этом особо в месте не знает Забурю десяток лунок, закормлю все это дело прикормкой И буду ждать подхода первых рыбок Посмотрим, что у меня из этого получится Надеюсь, что рыба придет к нашим лункам и мы что-нибудь поймаем Несмотря на то, что сегодня двадцаточка мороза Сегодня практически нету ветра По прогнозу погоду передали всего-навсего 1 метр в секунду И в течение дня погода будет улучшаться В том плане, что будет становиться все теплее и теплее Но есть поправочка Ветерок сегодня должен быть восточный Поэтому рыба, даже несмотря на какие шикарные для меня погодные условия Может быть капризной Но, в принципе, я к этому морально не готов Поэтому сегодня, скорее всего, рыбалка будет трудовой Играет… 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 Забурел я очень широкий круг От крайних лунок, расстояние между ними метров 130-140 Такой овал вытянутый И прошелся с глубин от 5 до 8 метров Я летом зарисовал здесь карту глубин Знаю, где тут есть кое-какие коряги Где возвышенность, где наоборот русло идет Ну и как бы вот точечно прошелся И сейчас эти луночки я буду закармливать Закармливать буду магазинской прикормкой И кормить буду сверху То есть я сейчас замешаю корм Буду опускать его в лунку, но не шаром Как показывают в некоторых видосах на ютубе О том, что кормят шариком, он падает рядом Но мне такое не нравится Я люблю, чтобы у меня прикормка располагалась под лункой В диаметре примерно 1 метра Ровным ковром Чтобы лечь, когда он приходит на точку Чтобы он не сразу же там хапал по многу Как самосвал А ел по чуть-чуть То есть чтобы не получалось у меня сразу же много корма К себе в пасте загрести Для чего это делается? Для того, чтобы рыбу меньше кормить Чтобы у нее был лучший аппетит Для того, чтобы клевать на мормышку Ну и плюсом ко всему, чтобы рыба дольше стояла на точке Чтобы меньше выедала корм Когда он начнет крутиться под лункой Он создаст большую муть И как бы будет сам себе мешать выедать прикорм И будет максимально долго тусоваться на точке Луночки я буду кормить с помощью шабалки Вот такой То есть руки у меня уже чистые Прикормку я замешал Беру я вот немного корма И прямо в луночке вот так вот Сейчас покажу Она будет опускаться потихонечку на дно И руки у меня чистые как бы и сухие Ходил-ходил, ловил-ловил Не клюет Засунул камеру под воду И только на нескольких лунках плавают Вот такие вот пиписочные окуньки Короче говоря Прошло уже полтора часа Так что Наверное сюда сегодня рыба-то уже и не подойдет Поэтому Ничем не другого не остается Как поменять место Ближайшая точка Находится Примерно в шестистах метрах отсюда Пойду Прогуляюсь Разбурю там коряги Посмотрю есть ли рыба Ну если есть Попробую ее половить Ничего не остается Вот такая вот рыбалка В общем по пути на точку нашел Лунки ночные Ну как бы кто-то сидел Наверное неделю назад Потому что я пробурил Лед здесь Сантиметров Наверное 25 уже намерз Камеру опустил Плавают подлещики Вот Поэтому я наверное Где-нибудь Рядышком здесь забурю Штучки 4 лунки Закормлю их И пойду все-таки Прогуляюсь До Другой точки До своей Вот там Должна лежать Большая коряга Большая коряга Субтитры сделал DimaTorzok Дошел, разбурился, лежит тут бревно, плавают мелкие пиписочные окуньки Одного поймал, даже снимать не стал Вот так, что сейчас развернусь и пойду назад опять Такой сегодня день, хожу-хожу, брожу-брожу В общем, пришел снова на эти луночки, которые пробурил, закормил Смотрел уже подводной камерой, вдалеке мелькнул там подлещик один И потом у меня камера разрядилась Так что, сейчас будем ловить Начну я, наверное, с удочки На которой у меня чертик стоит Чертовсинка тонкая 0,4 грамма И вот Самодельный из нержавейки И лесочка 0,1 Рыбка здесь плавает, я бы не сказал, что крупная Обычная, стандартная Такая вот снасть Достаточно сбалансированная И с нее сейчас будем начинать ловить А там уже дальше посмотрим по ситуации Откликнется рыба на черта Будем ловить на черта Не откликнется Будем экспериментировать с приманкой Все в наших руках Забур у меня есть Прикормки у меня еще немного осталось Так что Попробуем ловить Мелочевочка какая Ну, клюнул Приклюнулся Четко Сигалетка Сигалетка Приятно, приятно Все Новая удочка Саши Кузнецова Обрыблена Сейчас я ее слизью Это я обмажу Пробочка Обновлена Все Огонь Сейчас будет только крупных лещей приносить Вот на солнышке сидишь Тепло Хорошо Спину даже Жарит А в тени А в тени Вот сейчас леска находится И сопли Немерзают Сухо Ну, правда До точки шел Когда На полпути Снял куртку Потому что Блин Ветра нету Жарко О, поинтересней Тихо Все Отцепился Отцепился Ребята И у нас сегодня ЧП Такой Красавчик Клюнул И, короче Чертик Изо рта У него Отцепился И воткнулся мне Прямо в руку Вот так вот Жесть У меня с собой По-моему Пассатижей нет Они у меня Похоже Остались в другом ящике Зараза Что сейчас делать Я не знаю Летка еще есть Ёб Ну попробую я Руками достать его Собак Нормально Воскнул вместе с этим С заусенцем Че, блин Так Все-таки Есть у меня Пасканки Сразу Ну ладно Че Кажется Неглубоко Он вошел Ай, блях Ай, сука Не больно Подцепить-то его нечем С плосканками-то я бы Дернул его И все Нормально Не сильно Глубоко Вошел Вот так Че это Можно даже Пластырем не залеплять Ладно Продолжаем Какая-то мелочь Клювого Ух ты Тут и мелочь Плотва Присосалась Смотрите О, чертик О, какая В общем Рыбка проклюнулась Только в одной лунке Так что Наверное Сейчас возьму Бур Пробурю Лунку В этой В этом месте Где стояла Палатка Вот Потому что Я там Забурил Которую лунку Она Не до конца Пробурена И В общем Если рыба Клюнет То она В лунку Не зайдет Вот Надо Прямо рядом Пробурить Нормальную Лунку И еще Тут Немножко Лунки Четыре Сделаю Закормлю Прикорм Есть Так что Время Есть Прикорм Есть Рыбу Нашли Все Отлично Ну Ну Сразу похоже на заплатку ух ты сорожка нормальная такая вот смотрите-ка она черта на голову открывать не хотела а то тут вилая приклюнулась тут какая хорошая плотва на быструю тряску попала нормальная плотва здесь клюет крупнее чем у берега все рыбки такие громпостонные вот но клюет не уверен ну какая-то Какая-то Сорожка клюнула На черта В общем попробую сейчас поставить Чертика с бусиной Но бусина будет не на крючке Бусина будет болтаться на леске Перед чертом Достаточно интересная комбинация Которая частенько бывает приносит рыбу На чертика 0,25 грамма Я немножко половил Поклевки на него есть Но Я как бы все-таки надеюсь Что под вечер На кормленные лунки придет Нормального размера подлесить А его как бы надо Половить Так что вот Надеюсь Что получится Лесочка здесь идет 0,1 Чертик идет самодельный Вот такой вот Это идет где-то 0,35 грамма Кивок тоже самодельный Давайте попробуем Может что-нибудь из этого получится Вот он Есть поклевка Не выдержала Не выдержала Вот она Хорошая плотва Клюнула Да, здесь реально Плотва есть покрупнее Зачетная, прям хорошая Наверху на паули Мелкая 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 Что-то покрупнее Чего-то Чего-то вот уже не крупная какая красота сегодня на улице ветра нет совсем достаточно холодно но тоже время очень комфортно в общем пора завершать сегодняшнюю рыбалку рыбалка сегодня была трудовая но она была интересная пришел изначально на точку на которой думал что будет рыба но рыбки тут не оказалось сейчас пришел опять сюда снова проверил некоторые лунки с чертиком не увидел ни одной поклевки в разумительной ну и решил что на сегодня хватит в общем вовремя я сориентировался сегодня убежал на другое место по пути нашел разборку ночников там где они закармливали леща скрыл лунки увидел то что рыба присутствует пробурил луночки рядом закормился и вот немножко сегодня половил в общем работал у меня сегодня чертик овсинка 0,4 грамма дальше работал самодельный чертик такой форма веретена где-то в районе 0,32-0,35 грамма с бусиной и работал нимфо шарик в весе 0,25 грамма с латунной бусинкой поклевок сегодня было очень много поклевки были разные но в большинстве случаев поклевки были предательские то есть на одну реализованную рыбу у меня было там пять шесть поклевок она поклевки такие знаете как тык 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 то есть даже не успеваешь подсечь как правило подсечку надо делать тогда когда идет прям уже уверенные поклевки в противном случае можно просто рыбу напугать но сегодня вот пришлось как-то сориентироваться немножко перестроиться ну и удалось хотя бы что-то поймать в целом я должен сказать что рыбалка я сегодняшний доволен такая рыбалка она достаточно многому учит то есть нету какой-то бешеной раздачи рыбы где ты просто бездумно шарашишь шарашишь одну за одной здесь надо и подумать и поразмыслить про водочку подобрать короче говоря интересно воздухом подышал красотой природы насладился никого сегодня не видел ни одной живой души прям красота сегодня просто чудеснейший день вот надеюсь что удастся в ближайшее время выбраться еще куда-нибудь ну и заснять для вас какой-нибудь хороший интересный красивый видосик по безмотыльной рыбалке всем не хвостами чешуи берегите себя крепкого вам здоровья почаще убирайтесь на рыбалку но мне пора собираться домой всем пока и и и и и и и и и Продолжение следует...